Ничего святого! Почему террористы вновь напали на Россию? Исламское государство подчеркивает, что Россия враг исламского мира. Смогут ли власти предотвратить новый теракт? Вы мне скажите, что это за идиоты? Система заточена под другие задачи. И когда может случиться следующая атака боевиков? Вернули свой 2002. В России совершен очередной крупный теракт. В Дагестане боевики напали на синагоги, церкви и местных полицейских. По меньшей мере 20 человек погибли. Власти уже обвиняют в случившемся Украину. И им активно подпевает пропаганда, а также тысячи интернет-ботов. Этот проект можем объяснить. Меня зовут Илья Давлячин. И сегодня мы расскажем, как же так вышло, что в стабильную путинскую Россию вновь пришел. Террор. Теракт в Дагестане стал крупнейшим в этом регионе за последние 15 лет. В результате атаки боевиков погибли по меньшей мере 16 полицейских. Боевики сожгли две синагоги и убили священника. Личности террористов уже известны. Все они уроженцы дагестанского села. Среди боевиков сын и племянник местного единоросса Магомеда Амарова. Эксперты отмечают, что за этой атакой может стоять одна из ячеек ИГИЛ. Об этом говорит как высокая координированность действий боевиков, так и заявление самого исламского государства. Наши братья с Кавказа дали знать, что они еще сильны и показали, на что способны. Но российские политики и пропагандисты с первых же минут стали обвинять в случившемся Украину и США. Ради этого они потратили миллионы бюджетных денег и использовали всю силу интернет-ботов. Мы это почувствовали на себе. На этой неделе в телеграм-канале «Можем объяснить» мы решили спросить у читателей, кто, по их мнению, стоит за терактами в Дагестане. И в первые минуты лидировал вариант ИГИЛ. Но затем в вопрос пришли кремлеботы, которые стали активно вбрасывать голоса за вариант Украина. В итоге он набрал 61% голосов. Судя по внутренней статистике нашего канала, боты вбросили примерно 20 тысяч голосов. И все они пришлись на вариант Украина. Но важным делом занимаются российские власти. Вместо того, чтобы предотвращать теракты, они спускают миллионы бюджетных денег на очередную фабрику троллей. Оно и понятно, ведь российская пропаганда в день теракта вновь показала свою полную несостоятельность. Пока в Дагестане шли бои, воскресное время с Екатериной Андреевой и «Вести недели» с Дмитрием Киселевым рассказывали о чем угодно, но не о теракте в Дагестане. Про атаку боевиков пропагандисты сообщили ближе к концу выпусков и уделили ей всего минуту времени. А информационный канал «Россия-24» вообще избегал слова «теракт», называя случившееся нападением. Героически себя повел и Владимир Путин. Хозяин Кремля несколько дней никак не комментировал теракт в Дагестане. Но это уже традиция. Когда в России случаются ужасные события, Путин исчезает, чтобы они, не дай бог, не повлияли на его рейтинг. Вооруженное нападение в Махачкале и Дербенте. Преступники атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Есть погибшие и раненые. Не война, а спецоперация. Не взрыв, а хлопок. Не теракты, а вооруженные нападения. Все, как завещали Оруэлл и Алексей Громов. Пока не пришла кремлевская методичка, федеральные телеканалы молчали о терактах в Дагестане. Три с лишним часа понадобилось первому каналу, чтобы выйти из анабиоза и, наконец, рассказать зрителям о вылазке боевиков в Дербенте и Махачкале. Ну, конечно, это же не визит Путина к его дорогому другу Ким Чен Ыну. Куда там какому-то Дагестану до Северной Кореи? У Екатерины Андреевой аж дыхание перехватило. Что это значит? Об этом в репортаже Константина Панюшкина. Про Дагестан федеральная ТВ забыла уже в среду. На Первом канале в тот день главной новостью стал звонок пранкеров Вавана и Лексуса главе британского МИДа Дэвиду Кэмерону. Этому важнейшему для России событию главная кнопка посвятила аж шесть новостей. Министр попался на удочку наших пранкеров Вавана и Лексуса. Все произошло в начале июня. Политик уверял, сразу засомневался, что разговаривает с бывшим президентом Украины, но все равно успел наговорить лишнего, в том числе по вопросу помощи Киеву. А вот то, о чем Первый канал никогда не расскажет. Дагестан по официальной статистике является одним из самых неблагоприятных регионов России. На один брак там приходится почти 4 развода. А вот данные по миграции населения. Миграционная убыль в Дагестане только с начала этого года составила 2625 человек. Это худший показатель в стране. Средняя зарплата 40 598 рублей. Третий с конца результат на Северном Кавказе. Зато по некоторым показателям республика впереди всех соседних регионов. Дагестан лидер среди республик Северного Кавказа по числу жертв на так называемой СВО. Но с некоторыми цифрами местные власти откровенно мухлюют. Вот данные по рождаемости. Статистика уверяет, что на одного умершего там приходится аж 3 новорожденных. Вот только по данным того же Росстата население Дагестана от этого почему-то не увеличивается. Мне скажите, что это за идиоты? А все потому, что рыба гниет с головы. Двое последних руководителей Дагестана не имеют к этой республике никакого отношения. И предыдущий глава Дагестана Владимир Васильев и нынешний Сергей Меликов родом из Подмосковья. Да и местные жители их никогда не выбирали. По закону главу республики Дагестан назначают местные депутаты народного собрания. Но от народа там только название. Да и Меликову Москва куда ближе Махачкалы. В столице у Меликова есть квартира площадью в 196 квадратных метров. Расположена она в самом центре Москвы на Новом Арбате. Но стыдливо записано на Галину Меликову. Это жена нынешнего главы Дагестана, ушедшая из жизни в феврале этого года. Сам Меликов является одним из самых закрытых руководителей регионов. Про его семью известно крайне мало. Сообщалось лишь, что его сын Михаил якобы обучался в военном университете Министерства обороны. Это объясняет аватарки в его аккаунтах в Телеграме и WhatsApp. Да, на них изображены военные, а также три хорошо известных буквы. Правда, почему-то в русской транскрипции. Но зарабатывает Меликов младший, конечно, не на фронте. Как выяснил, можем объяснить. Сын главы Дагестана оказался связан с букмекерской компанией BetRing. Сейчас она называется Paribet. Судя по свежей утечке данных из Федеральной налоговой службы, в 2021 году Михаил Меликов получал зарплату в ООО BetRing. В том же году прибыль букмекерской конторы достигла рекордного значения в 2,5 миллиарда рублей. Ну, в общем, ставка Меликова сыграла. Моя юность пришлась на время, когда бытовой страх теракта был чем-то обычным и будничным. Засыпаешь в своей кровати, понимаешь, что ночью твой дом вполне может взлететь на воздух. Идешь на концерт, осознаешь, что через песню в толпе может прозвучать взрыв. На избавление от этого страха изначально был выстроен весь путинский миф. Больше никакого бандитского подполья и бегающих по городам террористов. А Чечня это уже не филиал Усамы Бен Ладена, а мирный регион, где дорогой брат Рамзан навел порядок. Но сегодня круг замкнулся, и мы вновь оказались в 1999 году. Взорвать могут где угодно, взорвать могут когда угодно. Мой коллега Ринат Давлетгильдеев снимал в Чечне расследование о Рамзане Кадырове, а за месяц до вторжения России в Украину побывал в той самой синагоге Дербента, которой больше нет. Его рассказ о том, как Кавказ стал не просто горячей, а кипящей точкой. Осень 2021-го. Одна из моих последних поездок по России. Дальше была война. Дагестан. Махачкала и Дербент. Российский еврейский конгресс устроил фестиваль «Кавказ обетованный» про то, как разные народы и национальности могут жить рядом. Мусульмане с иудеями, христиане с мусульманами. Выставка в синагоге, которой больше нет. Фото у памятника трём религиям. Того самого, где православный священник списан с убитого террористами батюшки. Два с половиной года спустя в городе, кажется, не осталось евреев. Сперва уехали те, кто выжил после осенних погромов. Теперь те, кто не захотел ждать, пока и их убьют, прикрываясь именем Аллаха. Город трёх религий, говорите. Город, вернувшегося в страну террора. Вот, иншаллах, аят из Урана. Вот горит их синагога. Иншаллах, с дозволяем Аллаха, будут унижены эти кафиры, муртаны. Эти твари, они вот так будем убивать их, унижать их. И слово Аллаха возвышать. Иншаллах, с дозволяем Аллаха. Аллаху Акбар! Бое! Зарядить! Сегодня ещё где-то метров на 200-300 после вчерашнего рубежа. Однако встретили упорнейшее сопротивление снайперов. Новая фаза войны в Дагестане началась в субботу вечером в 9 часов 45 минут. За 24 года путинского правления Дагестан и Чечня сделали круг и вернулись в точку 99. Кавказ снова горит. Взорвать, да, именно вас взорвать могут завтра везде, где бы вы не были. Четверть века путинский миф держался на простой формуле. Я вам даю безопасность, вы отдаёте мне свободы. Вас не взорвут в метро. Чечня останется частью России и там не будут погибать вчерашние школьники. Но у вас не будет права выбирать власть и смотреть независимые новости. Вот только вчерашние школьники в куда больших масштабах теперь умирают на украинском фронте. Да и Чечня, уж точно, не территория России. Может и не Ичкерия, конечно, но вполне себе независимое княжество с полубандитским абсолютизмом, мимикрирующим под халифат. Мифическая золотая Чечня – это, по сути, одна улица в Грозном. Отстроенный заново проспект Победы, который теперь Путина, с облицованными турецкой плиткой фасадами. Называть его по старинке проспектом Победы можно только дома и в кругу друзей. Если случайно скажете так таксисту, ждите неприятности и встречи с кадыровцами. Этим съемкам уже восемь лет. Тогда я полетел в Грозный снимать кино про преступления Кадырова и то, как он построил империю имени себя. Легализованные убийства, карманная армия, силовики, которые не подчиняются федеральному центру. Следственный комитет там будет, я не знаю, пожарная охрана, какие-то, я не знаю, любые счетные палаты, что угодно. То есть для того, чтобы все это сделано в Чечне, нужно получить на это вот согласование через президента Российской Федерации. Чтобы они, в общем, делают все, что хотят не только на территории Чечни, но и получается на территории России. И никто, кроме, как я понимаю, личный Путина, не может это остановить. На днях в расследовании издания «Проект» все это повторили еще раз. Все еще раз удивились. Через восемь лет, видимо, появится очередной фильм с теми же фактами. В Чечне нет террористов, говорите? Власти Чечни разве не те же террористы, сделавшие убийство мирных людей обычной практикой? На этой неделе в телеграм-канале «Можем объяснить» вышел вот такой пост «Статистика пропаж». В Чечне с начала года исчезли более полутора тысяч человек, в два раза больше, чем в Расчленинграде, простите, в Санкт-Петербурге. Небольшое, но гордое Кадыровское княжество уступает, совсем немного, 15-миллионной Москве. Сестры исчезли в ночь с 9 на 10 мая в чеченском селе Гилдаган. На частной автомойке, которую они содержали, нашли следы крови, пули, застрявшие в стенах, гильзы. Когда оперативники из райотдела полиции стали осматривать место, к автомойке подъехал молодой человек с пистолетом и бородой. Представился рейнджером. Уехал. Со словами «Это наша работа», и об этом знают наверху. Рейнджер – это позывной Крашника, влиятельного Кадыровца по совместительству полицейского, оберполномоченного ОВД «Шали». Машины приехали, типа, помойте, не помойте, там какая-то драка получилась. А мои сестры были с характером. Ну, типа, там, не захотели помыть, из-за этого их. Эта история тогда поразила меня больше всего. Две девушки были убиты полицейским за то, что не помыли бесплатно машину. Когда мы готовили эту передачу, я написал оставшиеся в живых сестре. Неужели до сих пор они числятся пропавшими без вести? Да, ни суда, ни могилы. Только убийца и насильник Ваха Геремеев за эти годы вырос до помощника Кадырова и полпреда Чечни. Недавно Путин вручил ему медаль за отвагу. Это Мусаламаев. Он был моим героем тогда, 8 лет назад. А до этого героем Анны Политковской. Человек, переживший пытки кадыровцев, бегство, обвинения в терроризме от, по сути, террористов, захвативших власть в Чечне от имени невыбиравшего их народа. Неужели в 2024 году снова все это часть нашей реальности? Горящий Кавказ и выпуски новостей про теракты под утренний кофе. На мой взгляд, ту ситуацию, которую сегодня силовики пытаются раскрутить не только на Северном Кавказе, но и по всей России, очень хорошо, такое сравнение с 99-2000-х годах, очень хорошее сравнение идет. Для того, чтобы реанимировать и сплотить российское общество, я считаю, что сегодня спецслужбами Российской Федерации вытащен этот скелет исламский терроризм и пытаются, и есть попытка разыграть его. Я вижу только это. Чтобы внутреннее общество вновь собрать едино, чтобы все ненавидели исламских террористов, чтобы все были, о, они плохие, у нас дороги плохие, потому что исламский терроризм, у нас экономика плохая, потому что исламский терроризм, у нас все упиралось в это. Годами Кремль кормил пропагандистов, чтобы те рассказывали нам об уникальной системе сдержек и противовесов, выстроенной на Северном Кавказе. Годами они называли Путина политическим визионером и президентом мира, гарантом стабильности на юге России. Но в 2024 году выяснилось, что все это было фикцией. И пока сотни миллионов рублей шли на информационную войну с террористами, в России тихо зрели ячейки радикальных исламистов. И если вы думаете, что Крокус и Дербент – трагические случайности, то вы очень сильно ошибаетесь. Специалисты по Ближнему Востоку еще со времен операции в Сирии бьют тревогу. ИГИЛ ополчился на Россию. Отрицает опасность только Кремль, в параллельной реальности которого нет иных угроз, кроме укронацистов и Сороса. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. За две недели до теракта в Крокусе американские власти предупредили Путина о готовящемся нападении игиловцев. Слова Вашингтона хозяин Кремля тогда проигнорировал, а официальное предупреждение об угрозе на сайте посольства США назвал провокацией. О подготовке самого масштабного теракта со времен Беслана открыто говорили и сами боевики. За месяц до событий в Крокусе связанный с ИГИЛ телеграм-канал опубликовал видео, в котором осудил Россию за дружбу с талибами. Востоковед Руслан Сулейманов специально для «Можем объяснить» перевел текст этого видео с арабского. Там были такие слова. «Среди тех, кто стремился завязать с талибами узы дружбы, были и русские преступники, сеющие хаос на земле. Они вторгались в дома мусульман и доходили до крайностей, сражаясь с ними в различных частях земли». В том же видео боевики заявляли, что «скоро кровь польется морем», конец цитаты, и через месяц сделали то, что обещали. Россия, которая осенью 2015 года стала непосредственной участницей гражданской войны в Сирии, Россия, которая воевала напрямую с исламским государством в Сирии, и, по сути, продолжает эту войну до сих пор, да, является легальной целью. И в своих пропагандистских материалах, помимо Сирии, исламское государство нередко упоминает и интервенцию в Афганистан, две чеченские войны, и в общем и целом исламское государство подчеркивает, что Россия, по мнению этой группировки, враг исламского мира. Пропустив теракт в Крокусе, Кремль принялся за поиск виноватых. ФСБ отчиталось о выявлении нескольких террористических ячеек на Северном Кавказе. Но быстро выяснилось, что среди обнаруженных в Дагестане террористов были и те, кто поставлял оружие для теракта в Подмосковье. Едва несчастные семьи похоронили своих родственников, убитых в Крокусе, как история повторилась. В июне турецкая газета сообщила, что разведка этой страны передала российской стране информацию о подготовке ИГИЛ нового теракта. Однако российские власти снова предпочли проигнорировать предупреждения. Силовики путинской эпохи не учатся на своих ошибках. Зато на радость тех, кто гоняется за звездочками на погонах, в России уже три года подряд растет число дел об оправдании терроризма. Да, это угроза для всей России. Особенно это опасно, повторюсь, на фоне того, что, как мы убедились уже неоднократно, силовой аппарат в России ослаблен, и он занят сейчас не теми делами, которыми занимался раньше, не так активно, мягко скажем, отлавливает радикальных исламистов, как это было в нулевые десятые годы. Российская власть давно использовала обвинения в экстремизме для борьбы со своими оппонентами. Но в 23-м году этот тренд вышел далеко за рамки политической жизни. В мае появилось так называемое театральное дело. Драматурга Светлану Петричук и режиссера Евгению Беркович обвинили в оправдании терроризма за чтение художественной пьесы. В ней якобы создавался привлекательный образ радикальных исламистов. Сентябрь 23-го. Петричук и Беркович сидят в СИЗО, а президент Татарстана приветствует в Казани уважаемых гостей – представителей движения «Талибан». Оно признано в России террористическим. Даже комментарий в соцсети с одобрением «Талибана» может стать поводом для уголовного дела. Конец октября. Представители «Хамас» проводят в Москве переговоры со спецпредставителем президента Михаилом Богдановым. Но российский МИД о встрече говорит вскользь и фамилию Богданова вовсе не упоминает. Фото и имя переговорчика публикуются в канале «Хамас». Менее месяца назад боевики группировки напали на Израиль. Убили 1200 человек, среди которых были старики и дети. А также похитили заложников. Среди погибших и захваченных – десятки россиян. Но Москва все равно не считает «Хамас» террористической организацией. Ноябрь. Верховный суд признает экстремистским и запрещает в России несуществующее международное общественное движение ЛГБТ. Полиция и активисты патриотических организаций начинают рейды по гей-клубам в поисках новоиспеченных экстремистов. Уважаемые посетители, проводятся спецоперации. МВД России. Еще раз предупреждаю, никто не разговаривает. Не надо никого провоцировать. Все будет в рамках закона. Декабрь. В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попадает писатель Борис Акунин. На него также заводят дело по статье об оправдании терроризма. По данным сервиса «Литрес», в 2022 году Акунин занял первое место по доходам от продажи книг среди всех российских писателей. Практика двойных стандартов продолжилась и в 2024. В мае суд отправил в СИЗО журналистку Надежду Киворкову. Ее обвинили по уже привычной статье об оправдании терроризма за репост в телеграм-канале чужого текста шестилетней давности и пост о движении «Талибан», сделанный аж в 2021 году. Ровно через месяц представители этого самого движения «Талибан» приехали на Петербургский некогда международный экономический форум. Их встречал губернатор Беглов. А власти Дагестана подписали с представителями террористической организации торговое соглашение. Система заточена под другие задачи. Она не то, чтобы не работает, она работает просто для предотвращения других нежелательных для власти впоследствии. Это все недовольные власти, все замышляющие, так сказать, какие-то другие акции. Гражданские активисты, журналисты, блогеры, люди просто высказывающиеся, открытые против курса Путина, против войны и так далее. Вот на это система работает достаточно, к сожалению, эффективно. Аресты, избиения, пытки, штрафы, конвейеры судебных расправ и так далее. Все это организовано путинским режимом на достаточно серьезном уровне. Система выполняет задачу защиты власти от народа, от любых проявлений. Защищает ли система населения, граждан от преступности? Ну, по мере возможностей. Вот как они сами считают, нужно или не нужно. На сегодня все. Меня зовут Илья Давлячин. Это был последний выпуск проекта «Можем объяснить» в этом сезоне. Мы вернемся к вам уже в августе в новом формате, но по тем же адресам на канале Ходорковский лайв и на телеканале Настоящее время. Свобода слова все еще под запретом, но правду не спрячешь. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok